То есть вот, если мы возьмем и сравним в работе, да? Да, намного длиннее. О, мой! Идет 19,25, да? Как я помню. У нас три вариации. Вот они лежат. Первый вариант сколько стоит? 4,980. Второй вариант? 580. И 10,980. Вот, давайте посмотрим, что они из себя представляют и выполняют свою функцию. И стоит ли переплачивать за 5 тысяч плойка Bevelis, которая автоматическая. Коробки вот, они вот таким образом выглядят. И все равно я на экране выведу, как они смотрятся. Что мы будем делать? Мы разделили волосы на три зоны. И сегодня протестируем эти три плойки. Я понял. Ну, давай начнем. Поехали. За работу! Так, мы взялись плойку. Это у нас идет 1910 гривен. Бейбелис. Это новая модель. Удвиненные пластины идут, как я помню. Да, убрали они железную подставку. А что тебе не нравилась именно железная подставка? Ну, мне не нравилась. Она нагревалась, она мешала. Именно профессионалам работать с этой подставкой было некомфортно. То есть намного удобнее, когда ее убрали. Удлинили, да, отлично. Единственное, что вот добавили такую маленькую подставочку, которая при разборе волн немножко мешает. Я понял. А сколько надо придерживать, например, в зафиксированном виде, чтобы красивые лаконы получились? Придерживать, в смысле, зафиксировать или держать на плойке? Да, зафиксировать. В зависимости от того, какую мы хотим саму прядь, чтобы у нас была волна или прям... И что мы хотим? Мы сделаем между кудрями и волнами. Надеюсь, Лера согласна, да? Так, также у профессиональной плойки длина провода 2,7 метров, что позволяет комфортно в работе. Да, и шнур на 360 градусов еще поворачивать хвостовик. Это тоже очень удобно. Удобно то, что через 72 минуты, после того, как она находится в неактивном режиме, она автоматически отключается. Расскажи, почему удлиненные пластины лучше, чем обычные стандартные? Потому что сейчас в моду вернулись длинные волосы, и наши рапунши нужно как-то прокручивать. И эти все волосы, когда они сбиваются в одно такое вот колечко, на короткой пластине, это некомфортно, потому что волос плохо прогревается. Поэтому удлинение этой плойки, это было просто шикарно. Также ждем, что Бэйбелис выпустит удлинение 38-го диаметра. Очень хочется. Я понял тебя. То есть мы все свои плойки поменяли на удлиненные. А на руках не чувствуешь, что оно громадное такое, большое, я имею в виду? Нет. Или быстро привыкаешь? Да, быстро, комфортно быстро привыкаешь. Я услышал тебя. Я в работе использую именно эту плойку, этой модели, я ее очень сильно люблю. При формировании волн, кудрей, вечерних причесок. Это моя любимая модель. Так, мы попробовали Бэйбелис. Мы сейчас будем пробовать гамма. Гамма у нас стоит 585 гривен. Левая сторона мы будем обрабатывать. Посмотрим, почему он стоит 585 гривен. Какие минусы и какие плюсы. Сразу начнем с первого минуса. Громко скажи, пожалуйста. Сразу начнем с первого минуса. Это укороченный провод. Сколько длина? 1,8 м. В работе это неудобно. В работе это неудобно, да? Потому что клиента приходится крутить, и это дискомфорт приносит клиенту. Дискомфортно, да. Также мне не нравится то, что я не могу регулировать температуру. То есть тут температурный режим выставлен до 190 градусов. Она нагревается. Диаметр ее 33 миллиметра. Она более укороченная версия. То есть не моя любимая Бэйбелис, которая сейчас выпустили все удлиненные. Ну вот та ситуация, о которой я, собственно, говорила, что приходится потом все волосы накручивать вот таким образом. А если бы длина была еще у девушки хотя бы сантиметров на 15-20 длиннее, это была бы такая ситуация, что они бы просто не прогревались верхний слой волос и не прокручивался. И скажи, пожалуйста, почему хорошо, когда регулируется температура? Хорошо тем, что ты сам подбираешь под тип своей укладки. То есть будь то волны, возможно, нам не стоит так сильно прогревать волосы. А если это будут какие-то более праздничные кудри, то тогда нам, наоборот, необходимо прогреть волосы еще больше, чем под 190 градусов. И вижу, залом пошел. Мне кажется, еще хочу сказать, что за 585 грен, который плохо мы держим сейчас, он хорошо дымит, мне кажется. Да, так неплохо. И причем заломы оставляет. Мне кажется, по силе зажатия он зажимает волосы больше. И остается заломы. Да, потому что вот на Бейбелесе не было такой проблемы. Я прям слышу запах. Да, и это несколько пугает. Может, давай, ну его нафиг. А то мне леру чуть-чуть жалковато. Ну что, сделаем ей красивую в пятницу укладку на одну сторону, так уж и быть. Подарок укладка в пятницу, да? Ну, правда, висок один будет бритый. Один висок будет бритый. Ну, тоже нет. Кстати, сейчас модно так. Да, да. Ну, все, мы пришли к общему знаменателю. Тогда давай дальше играть. Крутим дальше. Прямо, знаешь, с печи достали только, чтобы горячее такое. Может, тебе перчатки надо дополнительные, чтобы от волос ожог не получил? За столько времени работы парикмахером, я уже могу спокойно затрагиваться до горячих сковородок, кастрюлей. Покажешь? Легко. Вот прямо на гаммой покажи. Прямо на гаммой? Висок 85 гривен тебе помощь. Нет, на сковородке. Так легонечко допробно. У-у-у. Вот бейболис я крутила, как бы одна и та же рука. У-у-у. Как бы в бейболис нет никаких ни на одной пряди заломов. Тут мы идем залом-залом. У-у-у. Хотя я стараюсь еще быстрее подстроиться под эту плойку и быстрее не провернуть вот здесь. Но сила зажатия пряди все равно оставляет заломы. О-о-о-о-о-о-о-о-о. То есть мы максимально быстро прокручиваем. Я долго стараюсь тоже не держать. Я перестаю верить в то, что они обещают 190 градусов. Может тут уже все 220. Там погрешность, мне кажется, тоже есть. Ну что ты хочешь? 580 отбей. Какой нормальный человек купить такую плойку? Да. Не надо экономить. Я вообще считаю, что нормальные плойки от полторушки стартуют. Да. А то если ты волосы потеряешь, нинча, сколько стоит парик? Ты не знаешь? Ну как тебе сказать? Я думаю, что тысяч пяти. Это хорошее, да? Это сколько искусственное и сколько настоящее будет? 70 на 30? Я не узнавала такие подробности. Я просто рассуждаю из той серии, сколько стоят волосы девочкам донорачиваясь. Что, мы закончили эту сторону? Сейчас мы ее подвинем к зеркалу и разберем. Наши кудры. Что вам больше нравится, левая или правая сторона? Так, подожди. Подожди. Я еще не рассобрала еще. Так, наконец-то мы приступили к самому сладкому, который стоит цена 4980 гривен, автоматическая. Мне было очень интересно посмотреть, как он работает, потому что... Да, ты никогда не держал это? Нет. Много отзывов в интернете, как положительных, так и отрицательных. Вот просто было... Многие клиенты задают вопрос о приобретении такого стайлера домой с той целью, что... Буду ли я дома самостоятельно накрутить себе волосы? Вот сейчас посмотрим. И знаешь, самое интересное, что? Автоматическое вот это, что он закручивает, сократить тебе время работы. Например, если ты час уделяешь, например, 40 минут, если выходит общий... Ну, в принципе, у тех людей, которые не могут себе накрутить волосы, идеальный вариант. Также мне нравится то, что у него есть режимы накрутки лево-право, только влево и только вправо. Мы сейчас покажем кнопку, кстати. Давай, ты сейчас отпустишь. Хорошо. Покажи. Вот у нас кнопки. Так, где они? Вот это вот у нас есть смешанный режим лево-право. Вот это у нас режим, который будет крутить вправо и режим, который будет крутить влево. Температурный режим от минимального до максимального. И сила накрутки. Вот у нас сейчас средние локоны стоят. Можно максимально более закрученный и более легкая волна. То есть, три режима. Три режима. Короче, все есть. Все супер. Она внутри, дела обстоят таким образом, как у конусной плойки. То есть, от 19 до, если не ошибаюсь, 25 миллиметров. И там тебе еще пикает, сколько она придерживает. Вот сейчас уже надо отпустить. Там три раза он тебе пикает примерно. Да. Не примерно, а да. И они более объемные делают, как ты видишь. Это потому что режим конусной плойки. Потому что изначально у корня делается как 25 миллиметров, а у же кончиков крутится как 19 миллиметров. Из-за этого создается объем у корня. Кстати, мне нравится эта плойка. Знаешь почему? Мне кажется, очень много времени оно экономит. Тебе не приходится вот это держать. Он сам закручивает, время тебе выставляет. Ну, если бы просто для укладки волн и кудрей, да. Если для подготовки волос для свадебных вечерних форм, то, скорее всего, нет. Все-таки хочется вот тут. Ну, оно должно быть в арсенале, например, ты же мастер. У тебя должно быть такое плойки? Я такой мастер, который бы скупил бы все плойки. Я знаю. Ну, мы сейчас чуть-чуть по-другому общаемся по другой теме. Надо мужу сказать, чтобы тебе карту не давали. Хорошо. Или лимит поставили. Найдешь моего мужа. Капочка, но это обязательно. Оу май! Непривычно очень. Мне тоже. Ну, тебе ощущения какие, Дарья? Непривычно – это понятно. Неудобно. Да нет, удобно. Просто что… За тебя все делать? Да. Это вообще идеально. Он стричь может за меня еще? Рассказывай. Говорю, удобно. То, что он не греется ни с какой стороны. Снаружи даже тепло за чуть-чуть, да? Ну, теплый, но нельзя сказать, что можно обжечь руки. Да, может, ты выставишь другую, этот, Логан? Попробуем еще один режим. Да, давай все режимы запускай. Меньше. Он, кстати, выставляется здесь, слышишь, когда ты нажимаешь кнопочку, он устраивает. Отлично. Мне нравится вот этот. Ну что, попробуем менее пудрявую волну. Это самое первое положение, да? Да, это самое первое положение. Он должен быть совсем такой вот легкой-легкой волной. Ждем третьего сигнала. Да, и расскажи, с какой стороны надо плойку использовать. Вот, со стороны кнопочек наших. Чтобы отверстие смотрело с внутренней стороны. Как оказалось-то, да? Да, да, да. Мы тоже разбирались. Ну, то есть такая совсем вот легкая-легкая волна, которую после можно расчесать и получить эффект легких таких вот волн подлиннее. Расчесать именно гребенцом? Я бы разбирала руками. Не люблю, когда используют гребенц. Так, давай сразу попробуем еще третий наш режим. Вот. Это самый... Самая большая такая волна, завиток самый большой. Прям локом-локом должен быть. Давай посмотрим. Раз, первый сигнал наш, второй звуковой сигнал. И на третий. Смотрим, не шуток. Ну что, отличается? Конечно, отличается. Вот она. Давай сделаем еще один, чтобы, если ты не заметил, сделаем еще один, чтобы видеть разницу. Домой, конечно, девушкам, которые любят волны, какое-то движение на волосах, текстуру, прям вот да-да-да, точно. Однозначно. Вот такая кудря. И, кстати, насчет веса. В руках он выглядит громадным. Он массивный, да. Он очень массивно выглядит. Весит 570 грамм. Это средний вес, кстати, мошенки. Не могу сказать, что он тяжелый. То есть, я привыкла просто работать... Также семейство Бейбели с щипцами металлическими. И они тоже достаточно тяжелые, поэтому мне в руке, в принципе, привычно. Я не могу сказать, что он какой-то супер-тяжелый и неудобно работать. Красивый дизайн. Понимала, важный для девочек. Это, я так понимаю, последняя, правильно? Это самая последняя, но... Так, в конце у нас, как всегда, будет вывод. Расскажи, у нас три плойки. Да, будут все три. Да, все три. Первая поднимаешь, что у нас? Цена. Первая это у нас Бейбели с 1910 гривен. Да. 32 миллиметра диаметр. 2,70 дина провода с регулировкой температуры. Вот наш режим включения. Повторюсь, убрали железную вот эту нашу подставочку, которая нам мешала. Удлинили рабочую поверхность. Очень комфортно в работе. Просто моя любимая топ-плойка. Какая сторона? Вот эту сторону мы делали этой плойкой. Угу. Да, расскажи. Ну, повторюсь опять-таки. В работе комфортно работать, потому что я этой плойкой работаю. То есть у меня все, я поклонник Бейбелиса, это мой любимый бренд. У меня все плойки, все плойки, утюги, у меня все Бейбелис. Поэтому я этот бренд очень люблю, уважаю. Поэтому мне было комфортно, привычно работать. Ты понимаешь, что из троих тебе придется выбрать что-то одно? Ну... Я знаю, что ты выберешь, но все равно. Ну, давай оставим интригу. Да. Третий вариант. Ой, второй вариант. Видите, вторым вариантом у нас была плойка гамма, которая, во-первых, короткая рабочая поверхность. Давай я покажу, как она... Коробочка, как она выглядит. Вот так она выглядит коробочее. То есть вот, если мы возьмем и сравним в работе, да? Да, намного длиннее. Хорошо, давай дальше. Так, короткий провод. Тоже некомфортно в работе, потому что клиенту приходится... Разворачивать. Да, потому что не подойдешь, неудобно. Дальше. При работе этой плойкой... Вот мы видим, тут было Бейбелис, тут у нас гамма. Видите вот эти вот заломы, которые... Да, заломы сделались именно из-за того, что плойка сильно-сильно зажимает пряди. Как линия идет. Да, то есть вот наш Бейбелис тоже. Как бы крутилось все одной рукой, две разных стороны. Тут заломов нету, тут они вот четко практически на каждой пряди. И крутить очень неудобно. Да. Поворачивай. Так, стоит она 585 гривен. Стоит покупать? Нет. И плюс еще нету регулировки температуры. Это тоже большой минус этого стайлера. Так. К самой главной звезде сегодняшнюю. Цена. 4 980. Цена. Самая последняя модель. Мы сегодня ее попробовали. Мне было интересно попробовать, вот какая она на самом деле. Потому что были и положительные отзывы, и отрицательные. Кто говорил, да, да, супер, берите, конечно, на того стоит. Кто кричал, нет, конечно, категорически не нужно. При работе комфортно. Есть регулируаторы и поворотов лево-право. У нас волна идет либо влево, все волны влево, либо все вправо, либо лево-право через одну. Да. Дальше. Диапазон температуры, регулировки. Да, температура и сила накрутки. То есть от волны до супер такой вот кудряшки-кудряшки, прям пружинки. Также она имеет свойство отключаться через час неактивной работы, что комфортно. То, что вы не сожжете себе, не рабочее место. Признавай, ты что-то сожгла уже? Я пыталась. Не рабочее, в общем, не работа, не дом, не сожжете. Отлично. Идем дальше. Так. Я знаю, что ты очень много читала в форумах про эту плойку, и ты хотела себе приобрести. Да. Ты наконец-то сегодня ее попробовал, что ты скажешь, ты лайк или дизлайкала? Лайк, честно, вот, да, можно ее приобрести, я бы скупила все стайлеры. Бейбели столько. Поэтому. Из-за дизайна ее? Нет, просто потому что это удобно. Если очень мало времени, и необходимо сделать какую-то текстуру, движение клиенту на голове, вот какие-то волны легкие, то есть это делается максимально быстро. Просто это сокращает настолько работу, что вот, нет, не хочу прямую, я хочу какую-то текстуру. Быстро-быстро прошлись, создали текстуру. Это не будет такие кудри, прям идеально кудри-кудри, которые мы используем для вечерних свадебных причесок. Там уже необходимо будет поработать руками, любимыми плойками. Ну, вот, создать текстуру, да, конечно, девушкам в отпуск, длинными волосами, в командировке, вот прям супер вещь. Привыкаешь быстро, надо немножко разобраться, как ее использовать. Ну, быстро привыкаешь, очень комфортно. Короче, что ты выберешь, первая, что ты себе купишь для работы? Гамма, что ли? Бель? Я, я все-таки остаюсь поклонником своей любимой плойки. И цена, кстати, 1910 грн, это для работы, мне кажется, немного. Для работы этой плойки это практически бесплатно, потому что сейчас у Джиги новой коллекции там стоят по 3500 и выше, и поэтому 1900 это приемлемая цена, качество этой плойки. Она около 5-7 лет, 100% многие мои коллеги пользуются в Эйболис, 5-7 лет, прослужит он вообще спокойно. То есть можно... Хорошо, что мы сделаем с дорогим 4980? Куда мы его отправим? Домой? Домашнее использование? Или можно в арсенале, чтобы оно было? Чтобы оно было, да, но чтобы он был не единственным, а как бы если у нас есть эта плойка, и нам хочется чего-нибудь интересного нового добавить, да, мы можем использовать еще, приобрести вот этот стайлер. А Гамма, что мы делаем? Мусор просто сразу. Если у тебя мусорка, можешь выкидывать. Хорошо, спасибо тебе большое. Твои контакты все укажу внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!